364 рубля 23 копейки. За хрен собачий, извините меня за выражение. Это что? Откуда они взяли вот это? Я живу одна. Вот это я собираю месяц. Чтобы выразить свое возмущение, бабе Свете не хватает цензурных слов. Столько платить за вывоз мусора жительница поселка Шарташ отказывается. Выбрасывать ей по большому счету нечего. Отходы бабушка кидает в компостную яму или сжигает. Все, что горит, все, что можно сжечь, я сжигаю в этой трубе. Это газеты, бумаги, там какие-то бумажные пакеты, ненужные тряпки. Зачем захламлять машину или мешки заполнять тем, что можно сжечь? Также поступает большинство жителей частного сектора. Поэтому, увидев счета за мусор, они просто решили их не оплачивать. Больше сотни сельчан подписались под обращением в прокуратуру. Просят разобраться, за что именно их заставляют платить. Нам насчитали на шесть человек, фактически проживают три человека. На шестерых тысячу сто рублей. Я на днях заказывал дрова, мне привезли машину, три куба. Полторы тысячи рублей всего лишь. За ставкой совсем полторы тысячи, три куба дров. А тут вывезти три мешка, такие же деньги. Это как так? Нам пришла ошибочная квитанция, что у нас прописано четыре человека, у нас в доме прописано два человека. И вот считайте по факту, 50% из 700 рублей – это незаконно начисленные денежные средства. Местные жители никак в толк не возьмут, что изменила реформа, кроме сумм в квитанциях. Мешков для мусора в частном секторе им не выдают. Контейнеры на территории тоже не появились. То, что выставлено на улице, растаскивают бездомные собаки. Уж если мы боремся за чистоту, то поставьте нам контейнеры. Отдельно пластиковые, отдельно это. Поставьте. Региональный оператор объясняет, сбор отходов в частном секторе по-прежнему остается бесконтейнерным. Мусоровозы забирают специальные пакеты с отходами. Машины ездят по графику. И это подтверждают навигаторы. Впрочем, время можно скорректировать по желанию граждан. Жители могут позвонить в ЕМОП спецавтобаза и сообщить о невывозе. Также, если образуются скопления мусора, у нас работают мобильные бригады. То есть мы в оперативном режиме выезжаем и устраняем эти скопления. Мусорные пакеты частным домам выдают бесплатно в офисе спецавтобазы. Пока специальные мешки можно получить только в здании регионального оператора на Посадской-3. Но это временно. Сейчас спецавтобаз разрабатывает систему распространения таких пакетов, чтобы они выдавались и в других местах. На этот период жителям разрешается оставлять мусор в любых емкостях. Его все равно вывезут. Что касается суммы в квитках, то она рассчитывается, исходя из единого тарифа и нормативов РЭК. Если людям начислили больше, чем положено, они вправе потребовать перерасчет. Жители Шарташа заявление уже написали. Они просят полностью отменить начисленные платежи. Прокуратура проведет проверку по всем доводам, которые изложены в заявлении. Кроме того, хотелось бы отметить, что в текущем году прокуратура согласовала для Федеральной антиподополной службы проведение внеплановой проверки деятельности региональной энергетической комиссии в части законности и обоснованности утвержденного тарифа на вывоз мусора. Пока проверка не закончится, платить за вывоз люди не собираются и надеются, что тарифы для частного сектора пересмотрят. Сейчас его жители платят за мусор больше остальных горожан. Юлия Анашкина, Олег Кузнецов. Главные новости Екатеринбурга. Вот с другой стороны.